Добрый день! Поставьте плюсики, как меня слышно. И видите ли вы слайды? Так, уверена, что вы меня слышите. Отлично! Давайте таким образом поступим. Кто у нас пришел на бизнес-школу, поставьте в чате пятерочки. То есть, кто прям будет учиться. Я просто заявки не все успела проверить. Поставьте пятерочки, кто у нас будет проходить всю школу. Она будет идти у нас, ребят, всю неделю. Можно присутствовать и просто по желанию, спонсоры, просто хаотично. Но меня интересуют сейчас люди, кто будет учиться каждый день, не пропуская. Для кого важно освоить все навыки, технологии, успеха, развитие бизнеса в интернете. Так, вижу. Отлично! Миша, запиши, пожалуйста, в журнальчик, кто у нас будет учиться. Ребята, я вас приветствую. Меня зовут Лилия Донскова. Я одна из лидеров проекта «Карьера онлайн». И сегодня на этом занятии, это будет вводное занятие. Я вам расскажу основы, с чего начинать и как будет идти ваше обучение проходить. По плану всего пять занятий. Вводный семинар, маркетинг-план. Работаем в интернете, то есть там все фишки, какие нужно будет использовать. Знакомство с компанией и сопровождение новичка. То есть, если к вам пришел в команду человек, что с ним делать, как его включить в работу. И сегодня у нас вводный семинар. Он будет коротенький, потому что все основное обучение мы загрузили на сайт. Мы вас поздравляем, что вы приняли отличное решение построить свой бизнес в интернете. Ребята, у меня к вам такой вопрос. Что вас зацепило в предложении, которое вам сделали или ваши знакомые, или в интернете люди? Что вас зацепило, почему вы решили попробовать свои силы? Напишите, пожалуйста, в чате. А я вам пока расскажу, что меня привело в интернет. Я по образованию бухгалтер. У меня есть дочка, ей вот уже 17 лет будет. И знаете, в какой-то момент я просто поняла, что сколько бы я ни работала, я не могу осуществить ни одной своей мечты. У меня не было ни квартиры, ни путешествий. То есть, моя жизнь была какая-то, знаете, напоминала, как бежит белка в колесе. То есть, дом, работа, дом, работа. Я ничего не успевала, я ребенка почти не видела, я с друзьями встречаться не успевала. То есть, это суббота, воскресенье, галопом там перестирать, приготовить. То есть, я в какой-то момент поняла, что что-то происходит странное. Как-то жизнь мимо протекает. Годы протекают, жизнь протекает, а в жизни ничего не происходит. Я стала смотреть по сторонам. Вы знаете, у меня уже было знакомство с компанией Reflame. То есть, я была консультантом, пользовалась продукцией, мне она очень нравилась. И я пришла в офис к своему знакомому, который я получала заказы. И я его спросила, что вы тут делаете, почему у вас в жизни все меняется. Просто я видела, как мой спонсор, Валентин Туровский, он врач, анестезиолог, реаниматолог в прошлом, что он изменил свою жизнь вообще полностью. Он стал ездить на крутой иномарке, купил четырехкомнатную квартиру, хотя он беженец из Баку. То есть, они жили на съемной квартире. А я-то тоже жила на съемной квартире. Вы знаете, меня это так зацепило, что это просто, мне казалось, это нереальным. Но я думаю, что этот человек такой же, как я. Голова, две ноги, две руки, два глаза. То есть, ничем не отличается. Мне казалось, что я еще и симпатичнее, чем он. Но если у него получилось, то у меня тоже получится. Ребята, вы знаете, что изменилось в моей жизни? Сегодня, благодаря работе с компанией Арифлейм, особенно, да, все стало еще лучше, когда мы начали работать в интернете. Есть свое жилье, собственное, ребят. Это огромное для меня достижение. Я уже побывала, уже сбилась со счетов в семи, по-моему, странах мира мы побывали. В некоторые из них мы ездили бесплатно за счет компании Арифлейм, что особенно приятно путешествовать не за свои деньги, а за счет компании. Вот сейчас у нас план стоит грандиозный, создать бриллиантовую команду. То есть, это не просто мы будем бриллиантами. У нас план, чтобы в команде было 100 бриллиантовых директоров. И сейчас мы обучаем и собираем своих ключиков, да, мы так называем людей, которые тоже хотят свободы, свободного графика, вот то, что вы пишете, карьерного роста, высокой зарплаты, да, осуществлять все свои мечты. Мы сейчас в поиске таких людей. Мы запустили вот этот информационный поток и в интернете, и среди знакомых, и собираем команду. И, кстати, из тех людей, которые уже зарегистрированы в проекте, но пока не достигли успеха. Сейчас мы налаживаем дисциплину, и будет все улучшаться, как говорится, каждым днем. Спасибо вам за обратную связь. Но, смотрю, не все пишут, ребят, но писать надо обязательно. Приучайтесь к тому, что работать нужно активно на семинарах и планерках. Если вы не работаете, сидите, просто отсиживаетесь, отмалчиваетесь, то это показатель того, да, какой вы человек, и спонсор, который вас пригласил, тоже делает выводы. Сразу видно, да, чего хочет человек, будет он работать или нет, уже по его просто поступкам. Мы не оцениваем слова, мы оцениваем поступки и действия. Итак, с чего вам нужно начать? Ребят, самый первый шаг – это активация личного кабинета. То есть способов активации есть три. Вы можете разместить, в принципе, любой заказ. Можно на 20 баллов, даже меньше. Что вы получаете? Скидку 20%. Все. Ребят, активируя личный кабинет таким образом, вы больше ничего не получаете. Только скидку 20%. Понятно? Поставьте плюсики. Скидка действует с первого же заказа. Как делать заказ? Вас научится человек, который вас пригласил. То есть покажет, объяснят, куда разместить, как выбрать способ доставки, как оплачивать заказ, как отказаться от каких-то ненужных вещей. То есть это первый способ. Активировать личный кабинет нужно в течение ближайших двух каталогов, чтобы ваш номер не был удален из системы. Я не помню, там два или четыре каталога ваш номер висит. Если вы не активируете заказом, номер из системы удаляется навсегда. И вернуться на это место уже будет нельзя. А знаете, будет немножечко обидно, потому что в любом случае за этот период, один, два, три каталога, у вас соберется команда. Во-первых, эту команду вам помогает строить спонсор, наставник, человек, который вас пригласил. Во-вторых, у вас у самих уже будут личные регистрации. Если это понятно, поставьте пятерочки. Ставьте пятерочки и будем двигаться дальше. Второй метод активации – это размещение заказа на 100 баллов. То есть смотрите, что вы в этом случае получаете. Также скидка 20%. Вам возвращается регистрационная плата 149 рублей. Вот, кстати, не сказала, что в первом случае с вас будет взята регистрационная плата в размере 149 рублей. Эта плата единоразовая. Она берется только один раз. Больше ее уже компания не берет. Но если вы в течение 21 дня с момента регистрации сделаете суммарно заказ на 100 баллов, то вам эта регистрационная плата будет возвращена. То есть это тоже маленький плюс. И далее вы можете участвовать в стартовой программе. Смотрите, что такое стартовая программа. То есть это такая возможность собрать продукцию за очень выгодные цены. Сейчас объясню, как это работает. Вот смотрите, если вы в течение 21 дня собираете заказ на 100 баллов, то есть вот здесь отчепятка, прошу прощения, здесь не 10 баллов, а дает 10 баллов, но собрать заказ надо на 100 баллов, то вы получаете набор за 199 рублей. То есть вот это первый наборчик. В него входит огромная банка крема, мед, молоко, крем для душа, мыло такое большое и смягчающее средство с прополисом. Самое первое средство, которое выпустила компания Reflame. То есть с этого начался бизнес. Далее. Второй набор, он уже более дорогой и шикарный. Миша, ты говоришь? Вы его получаете также за 199 рублей. И последовательно каждый, третий и четвертый. То есть если в каждом из каталогов по 100 баллов, то вы каждый из этих наборов будете получать за 199 рублей. Маленькие, но плюсик уже, есть преимущество. Тут суммарно получается почти на 16 тысяч продукция. Следующий вариант, как активировать личный кабинет, это разместить в течение каталога заказ на 150 баллов. То есть вы уже в этом случае получаете скидку 32%. То есть 20% сразу проходит по накладной с минусовкой. 12% вам вернутся на личный номер. Будет сумма порядка 1000 рублей. То есть около 1000 рублей вам возвращается на номер. И когда вы сделаете следующий заказ, в следующем каталоге, то эти деньги будут списаны от суммы заказа. Если это понятно, поставьте плюсики. Далее возвращается также 149 рублей. Вы получаете также возможность участия в стартовой программе. И скидку 50% на любой продукт, если два раза подряд вы делаете заказ на 150 баллов. То есть два раза подряд. Далее вы получаете объемную скидку со всей команды, которая у вас уже будет наработана. И соответственно вам больше внимания уделяет спонсор. Вы получаете большую поддержку от наставника. Ну и обучение доступно на каждом этапе. Двигаемся дальше. Надеюсь, это понятно. Спонсоры вам еще раз это все объясняют. Какие вам инструменты необходимы для успешной работы? Ребята, обязательно скайп. Поставьте минус, у кого нет скайпа, если есть такие люди. Установить на телефоне вайбер, ватсап. Это очень нужные программки для созвона с людьми, потому что, да, разговаривать с новичками будете, будем этому учить, как говорить, что говорить конкретно. И чтобы не тратить деньги, лучше всего искать людей. Кто-то сейчас очень редко, кто не зарегистрирован или в вайбере, или в ватсапе, или в скайпе. Да, люди есть везде, денежки все любят экономить. Далее вам нужны будут аккаунты в разных соцсетях. Наверняка у вас сейчас уже есть где-то зарегистрированные странички. Ребят, где вы есть? Наверняка одноклассники, контакт, фейсбук, мой мир, твиттер, инстаграм. Их очень много, социальных сетей. Какие-то появляются, но не раскручиваются. Какие-то очень круто раскручиваются. То есть ваша задача сейчас будет заключаться в следующем. Самостоятельно, да, можно зайти, создать странички в соцсетях, где вы еще не были. И потихонечку начать их наполнять своими фотографиями. Да, то есть немного, не надо ничего писать про работу, ни слова, ребят. Просто создайте странички, добавьте туда фотографии, напишите в ленту что-нибудь позитивное, принимая друзей и так далее. И не трогайте их пока, потому что у вас будет урок, как работать со страничками, как брендировать себя. И просто потерпите. Потому что прежде чем начать работу в любой социальной сети, странички проходят адаптацию, так сказать, проверку модераторов примерно 5-7 дней. Если это понятно, поставьте пятерочки, что вам нужно будет сейчас зарегистрироваться в разных соцсетях, чтобы они у вас были. Далее, создать канал YouTube нужно будет. Тоже об этом мы будем говорить очень подробно в тренинге в школе TurboRost. Это следующие 5 уроков обучения после бизнес-школы. Но создать вы его можете уже сейчас. И если у вас есть такая возможность или желание, вы уже можете снимать коротенькие ролики про себя, про свою жизнь, про свои хобби, увлечения. И уже начать их выкладывать на канал YouTube. А как его раскручивать, потом уже более подробно будет в обучении. Вам нужен будет блок и форма подписки. Вы это создадите. Не надо делать самостоятельно. Мы вам дадим четкие инструкции, как это делать. И следующее, после прохождения всей школы, принять решение, войдете вы в ключевую команду или нет. Вы потом ознакомитесь с правилами команды, взвесьте, примерите их на себя. Просто в ключевой команде быть выгодно. Потому что это гарантирует быстрый рост. Потому что все четко. Никаких простраций, деловая работа каждый день. А естественно, это дает быстрый карьерный рост. А какими методами мы будем работать с вами? Ребят, методов существует масса, огромная. Но их можно разделить всего на три сегмента. Первый сегмент – это холодные контакты. То есть это когда вы знакомитесь с людьми на улице. На улице, в очереди, где-то в магазине, в транспорте, в самолете, в поезде. То есть где вы контактируетесь с людьми. Знакомитесь быстро на улице или где-то, на дне рождения, на свадьбе и так далее. То есть если мы в команду приглашаем 50 человек из холодных контактов, то есть утеплились немножечко, пригласили, то по статистике из 50 зарегистрированных у вас будет один директор. А за счет директоров мы растем и увеличиваем свой доход. Это подробненько будете разбирать на тренинге «Маркетинг-план». По-моему, он у вас завтра будет как раз. Следующий сегмент – это работа онлайн. Когда мы делаем рассылки, звоним по резюме, пишем на досках объявления. То есть вы изучаете различные методы работы в соцсетях на досках с резюме. Из 100 зарегистрированных людей, которые включаются в работу, получается один директор. Смотрите, уже статистика чуть-чуть похуже. Далее, теплые контакты. Теплые контакты из 10 зарегистрированных людей у вас получается один директор в команде. Если вы слушали у нас презентацию бизнеса, то вы знаете, что наш бизнес строится на директорах. То есть благодаря тому, что в команде появляются быстро растущие директора, у нас очень быстро растет карьера и, соответственно, доход. Ребята, какой метод самый выгодный? Напишите, первый, второй или третий? Холодные, теплые или онлайн? По-вашему, какой самый выгодный, самый быстрый метод работы? Денис считает, что первый, где холодные контакты? Так, в основном, да, все приходят к тому, что теплые контакты – самый быстрый все-таки метод работы. Ребята, мы с вами полностью согласны, если смотреть статистику быстро растущих лидеров, которые работают, кстати, онлайн, но они работают с теплым рынком. То есть они регистрируют в команде людей из своего круга знакомых, родственников, близких и сопровождают их уже, и обучают онлайн, то есть через интернет. Благодаря интернету нам не нужно тратить время там ездить куда-то, встречаться. Мы можем встретиться один раз с человеком с теплого рынка, пригласить его на встречу, рассказать ему о бизнесе или пригласить его в скайп или на презентацию. Ребята, из 10 зарегистрированных мы воспитаем одного директора. Представляете, как это круто? Откуда брать людей? Где брать такое количество знакомых? Давайте с вами разберем. Возьмите прямо тетрадку, ручку и записывайте себе. Первый, самый главный наш сегмент работы – это члены семьи, родственники и близкие друзья. То есть кто такие друзья? Это те, с кем мы часто созваниваем, сходим в гости, мы с ними праздники какие-то празднуем. То есть это прям близкий-близкий круг. Записали? То есть вы берете себе прямо в тетрадке или лучше в электронном варианте, у вас это будет задание в обучении, пишете список всех своих близких родственников, друзей, членов семьи. Следующий – это институт сокурсники, то есть с кем мы учились когда-то или учитесь сейчас, кстати, может быть, когда кто-то из вас студенты, или только закончили обучение. Так вот, смотрите, институт сокурсники – это тоже сектор, который дает нам большой поток людей. У нас, кстати… Ребята, напишите, пожалуйста, вы откуда пришли к нам в команду, кто вас пригласил? С теплого рынка вы пришли или с интернета, с досок, с контакта, с одноклассников? Напишите, кто откуда пришел. Пишите на русском. Так, с интернета, знакомая, с контакта, с одноклассников, холодный контакт. С теплого кто пришел? Катя с теплого пока одна. Так, Руслан, знакомый. Алена, теплый рынок. Да, смотрите, ребят, 50 на 50. Все-таки, да, и вот теплый рынок, он очень круто работает. Смотрите, следующее – это ваше увлечение и хобби. То есть, если у вас есть какие-то тренировки, вы ходите на занятия, может быть, вы в кружки какие-то ходите, на танцы, тренажерный зал. Ребята, это реально очень крутой круг знакомых, которых можно, да, вовлечь тоже в этот бизнес. Мы тоже в обучении расскажем вам, как это делать. Следующий сектор – это друзья детства, школы, одноклассники. То есть, это где-то там далеко-далеко, но все это можно раскопать. Это очень теплые контакты, с кем вы росли. Да, их просто нужно будет тоже поднять, записать себе в тетрадочку, сделать такую заявку, что эти люди мне нужны в команду. Следующий – это сектор специалистов. То есть, это люди, которым вы захаживаете постричься, полечить зубки, сделать обувь и так далее, и так далее. Маникюр, педикюр – это сфера обслуживания. И, кстати, продавцы туда тоже входят. То есть, это люди, у кого вы делаете постоянные покупки. Это тоже знакомые. Следующие – это коллеги по работе или бывшие коллеги, с кем мы можем тоже восстановить связи. Знакомые, ваших знакомых, я бы сказала, это рекомендации. И соседи, ребят, соседи по дому, по подъезду, по даче, по гаражу. Вы представляете, вот если вы сейчас начнете вести записи, то ваша главная задача будет не выбирать людей, а писать всех подряд. Даже если пока нет контактных телефонов, вы просто запишите этих людей, вспомните их, допишите. Потом найдете через кого-то, как-то, да. У меня, знаете, какая ситуация была? Я когда свой список знакомых написала, я его писала долго, и очень много людей там было, кого я не знала, контактные телефоны. Потерялись как-то, да, давно не общались. Или написала телефон, звоню, а он уже не существует. То есть телефон не обслуживается, или абонент уже не пользуется этим видом связи. Вы знаете, я случайно потом выходила на этих людей. С одной девушкой мы встретились в троллейбусе, с одной в магазине. Один молодой человек мне сам позвонил с каким-то вопросом, да, мы по работе с ним пересекались, он мне сам позвонил, и я его пригласила в бизнес. То есть это просто заявка. Вы пишете всех подряд, максимально вписываете, кто, откуда и когда. Если есть контактные телефоны, пишите. Если есть ссылочка на страничку в соц. сети, то вы тоже в табличку ее дополните. Табличку я вам создала, она уже есть на сайте. Вы просто ее себе скачаете и начнете заполнять. Ребята, это понятно? Вопросы есть по списку, где брать знакомых? Поставьте пятерочки, если все понятно. Так, какое у вас будет задание? Буквально в течение 30 минут я вам всем, кто сейчас присутствует у нас на обучении, отправлю домашнее задание. Естественно, только тем, кто заполнил заявку, потому что у меня только ваши почты есть, остальных, извините, нет. Вы получите доступ на сайт «Первый урок». Там у нас уже подгружены необходимые ролики, что вам нужно будет сделать. Вы выполняете все задания постепенно и потом заполняете отчет. То есть в отчете вы напишите обязательно историю о себе. Ребята, не просто надо писать там «Маша Иванова, живу в таком-то городе, работаю няней». Нет, ребят, подробненько. Откуда вы, семейное положение, на кого учились, с кем работаете или не работаете. Может быть, в декрете. Если в декрете, то сколько детей, как зовут, возраст детей, увлечение, хобби. То есть очень-очень подробненько о себе написать. Далее мы вам даем задание прочитать только первые 4 главы книги. 10 уроков на салфенках. Они очень коротенькие, то есть буквально за 10-15 минут вы ее прочитаете. И там есть видео-семинар «Как пригласить знакомого в бизнес». Мы его сейчас не стали дублировать, потому что получилась прекрасная запись. Вы его сами посмотрите. Там все разжевано подробненько. И ваша задача уже на завтра пригласить 5 человек на презентацию, которая проходит в 14 часов, или на скайп-встречу. Там также подгружено расписание скайп-собеседований, когда они проходят. Сейчас объясню, как проходит скайп-встреча. Вот смотрите, например, вы находите знакомого. Так, звук у всех есть? Поставьте плюсики или минусы. У кого есть звук, жду от вас обратной связи. Есть, есть, есть. Так, напишите Алене, чтобы она перезашла. Ага, спасибо. Смотрите, как проходит скайп-встреча. То есть у нас сейчас 4 ответственных менеджера. Вы заходите в расписание, смотрите, во сколько, кто, когда ведет. Берете ссылочку скайпа, логина скайпа менеджера, добавляетесь к нему в друзья. И когда ваш знакомый говорит, мне, например, удобно в 21.00, вы добавляете его на встречу к тому менеджеру, который проводит. То есть вы скидываете ему логин и говорите, добавьтесь к этому человеку и напиши я на собеседование на 21 час. Ребятки, понятно или нет? Еще раз, то есть сами добавились к менеджерам, ко всем добавляйтесь подряд, кто ведет собеседование. Далее, вашего знакомого, кого вы ориентируете на скайп-встреча, вы ему скидываете логин менеджера, который ведет в то время, когда удобно вашему знакомому. Там пока 4 времени только указано. Сами откройте расписание, посмотрите. Он добавляется и пишет, я на собеседование на 21 час. Его добавят в разговор на 21 час, и он пообщается с нашим менеджером. Ему объяснят все, в чем суть этого бизнеса, с чего начинать, какие он получит результаты. И после этого человек примет решение, хочет он или нет. Договорились? Вы также можете сами тоже присутствовать на этой скайп-встрече. Даже лучше, если вы будете присутствовать, чтобы вы тоже учились, как их нужно проводить. Потому что встречи все разные, потому что собираются разные люди. Бывает один человек на встрече, а бывает два, три и больше. Соответственно, встреча уже меняет формат, объем и количество времени. Соответственно, другое. Ребята, вопросы есть по домашнему заданию? Или вообще есть вопросы по сегодняшней теме? Так, все понятно? Отлично. Тогда смотрите, ребята, реально в течение получаса вы получаете письмо на электронку с доступом к следующему заданию, первый урок в бизнесе. Начинаете выполнять, пишете отчет. И завтра вы уже приходите без напоминаний сами на семинар. То есть, когда вам удобно в 11 или в 21 по Москве. Прямо сейчас поставьте себе напоминание на всю неделю вперед в телефоне, чтобы за 15 минут вы уже забегали в школу. Ребята, и когда заходите на занятие, пишите циферку 2 перед именем и фамилией, чтобы я знала, кто конкретно пришел на обучение, чтобы мы отмечали в журнале. Потому что людей может быть очень много на занятиях, чтобы мы четко знали, что, например, Денис Семенов, он пришел на школу. И в журнальчике отметили, что вы посетили, потому что задания будут получать только тот, кто посетил онлайн занятия. Все понятно? Да, добавьтесь во все чаты. И там есть задания, куда в чаты добавиться. И задавайте все вопросы. Ребята, чем, как говорится, спонсор достается тому, кто его достает. А есть еще такое понятие, да, как ты будешь развиваться? Сам будешь ковыряться, копошиться, искать методы работы и так далее. Или с командой, или с наставником. Обычно люди говорят, ну, конечно, с командой и с наставником. Поэтому используйте то, что у вас есть наставники, заваливайте вопросами, звоните, пишите. Вы знаете, не уставайте выяснять все, чтобы быстрее набраться опыта и нужных знаний. Благодарю вас всех за внимание. Сейчас я вам включу мотивационный ролик. И до встречи сегодня на презентации в 14 часов. В 15 семинар и в 21 час будет повторяться эта же школа.